Это новости об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. К двум украинским пограничникам, которых задержала российская ФСБ, не пускают дипломатов. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины. Встретиться с задержанными несколько дней пытался украинский консул в России, но следователи ему постоянно отказывают. Украина уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека. Напомню, 3 октября во время проведения мониторинга границы в Сумской области пропалась связь с двумя офицерами-пограничниками. Позже российская сторона официально подтвердила факт задержания военнослужащих. Прокремлевский суд во временно оккупированном Крыму продлил срок содержания в сезон незаконно задержанным Евгению Панову и Андрею Захтию еще на два месяца, до 9 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме. Также адвокаты сообщают, у украинцев забирают газеты, литературу и письма. Напомню, в августе прошлого года в Крыму российские спецслужбы задержали Евгения Панова и Андрея Захтия. Их незаконно обвиняют в участии в диверсионной группе и работе на украинскую разведку. Министерство обороны неоднократно опровергало эту информацию. 9 случаев нарушения режима прекращения огня и 1 раненый украинский военный. Так прошли сутки в зоне проведения антитеррористической операции. В штабе отмечают, в целом активность боевиков снизилась. На Донецком направлении из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские позиции возле Авдеевки. Также били по опорным пунктам возле Крымского и Золотого. Это на Луганском направлении. На Приморском направлении под вражеским огнем из противотанкового гранатомета и пулеметов оказались укрепления сил АТО возле Широкина. Украинские военные 7 раз отвечали на провокации бандформирований, используя при этом незапрещенные мирными договоренностями оружие. Навыки по вождению боевых машин и точность выстрелов. Тренировки морской пехоты проходят на полигоне в Мариуполе. Военные водители-механики, наводчики, операторы БМП повышают свои теоретические знания по устройству боевых машин, изучают нюансы эксплуатации, а затем используют это на практике во время прохождения специального маршрута. Мы отрабатываем военную подготовку, стрельба из боевых машин. Наша задача – поражение целей на трех рубежах – две группы пехоты, пулемет и БМП противника. Выводит на первый план учителя и дает ему возможность воспитывать настоящих лидеров. Так, закон об образовании охарактеризовал президент Украины Петр Порошенко на встрече с финалистами конкурса Global Teacher Prize Ukraine. Глава государства подчеркнул, новый подход поможет учителям выстроить эффективное взаимодействие с учениками. Также реформа создает уникальные возможности для детей с особыми потребностями. Кроме того, закон об образовании защитил государственный язык. Отмечу Global Teacher Prize – мировой конкурс для учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. В Украине прошел первый отборочный этап, где выбрали финалистов. Сегодня огласят имя победителя, который и представит страну на мировом конкурсе. Мы не просто повысили престиж работы учителя и уровень денежного обеспечения, а позволили креативить, дали возможность творить, дали возможность лидерам делиться собственными уникальными образовательными технологиями. Образование – это мощное оружие, благодаря которому можно изменить мир. Хочу заверить педагогов, у вас есть всесторонняя поддержка. На Закарпатье завершили строительство нового Бескицкого тоннеля. В конце месяца начнутся внутренние работы. Закончить планируют в следующем году, сообщают исполняющие обязанности главы правления Укрзалезницы. Длина тоннеля – 1764 метра. Его строительство начали 4 года назад. Для Украины проект имеет стратегическое значение. По маршруту перевозятся грузы к западной границе, а также проходит более 60% транзита в направлении Западной и Центральной Европы. Евросоюз будет увеличивать квоты для украинской сельхозпродукции в течение пяти лет, сообщили в Министерстве агрополитики и продовольствия Украины. Рост поэтапный, в среднем каждый год на 10%. Сейчас дополнительные квоты действуют на украинский мед, виноградный сок, муку, томаты и овес. Со следующего года начнут действовать преференции на пшеницу, кукурузу и ячмень. До 25 возросло количество жертв урагана. Нейт в Центральной Америке. Он накануне бушевал в Никарагуа, Коста-Рике, Сальвадоре и Гондурасе. И стал причиной проливных дождей и оползней. Сейчас шторм подходит к берегам Мексики и США и лишь усиливается. Синоптики повысили категорию тропического шторма от до первой, самой высокой. В американском городе Новый Орлеан из-за приближения урагана ввели комендантский час. С шести часов вечера до завтрашнего утра жителям запрещено выходить из дома. Первые заморозки накрыли Китай в префектуре Алтай. На протяжении суток шел мокрый снег, а ночью температура опустилась ниже 5 градусов по Цельсию. И на земле образовался ледяной покров. Из-за непогоды многие автомобилисты не решаются садиться за руль. Синоптики объявили желтый уровень угрозы. На этом все. Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь с Юэй Тиви.